Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Сидмейерс Цивилизейшн 6. Напомню, я играю за Россию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии и начать просмотр именно с неё. Ну а всем остальным приятного просмотра. На самом деле, я считаю, что надо России забрать Стопгольм, потому что, блин, с толку очков великих людей у француза берётся. Перебор, по-моему. Продолжение следует... 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 ее только русскими принимать не получится ну я надеюсь я с нее культуры получу а Продолжение следует... 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 просто на него кто может напасть давай посмотрим ты но в принципе далеко если ему переться через всю карту то принцип тоже может но пока он дойдет француз через всю карту да он соседний с тобой у него соседний город в двух клетках от твоей границы это взятая конга и уверен что он обратно воскать что что я уверен что не все войска привел но он может сейчас и китайца пойдет забирать на французы как бы крепать войска на границе сона то есть в конка толку нет спресса точно будет если я буду вас к убивать он будет вести их через всю карту из парижа из руана китай напал на француза ему видимо надоело ждать что француз вокруг его городов свои войска маркетинг это не доверяетTT и Продолжение следует... 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 прием прием я и по идее не против и не против что-то за пауза ну да на следующем ходу окей окей хорошо ну все окей так спасибо я постараюсь по выстрелу и и и и и Так, стоп. Потом он придет, посчитает, если мы продолжим войну с тобой. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. я вижу что он вышел в химии у тебя есть шанс я поэтому и говорю дай мне пару ходов я вам посмотрю что будет ну что я вот как бы вышел в танке это очень жадно душу если мне деньгами еще помогут ну как бы то вообще было бы замечал помогу ну как бы вот кидайте а вот это его пути останавливать кого его американцы ну а сейчас у всего все ему поможете американец стой жилый стоями про я понимаю почему митиками сейчас пойдет это я понимаю помогать ему в том плане что как бы он сейчас 2 и он спокойно он не то что спасла надо все что мог все одно могу сива я ему подгадил города 49 там которые за два хода падают понимаешь да 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 я понимаю это нормальная сделка это так слову да по моему тоже все а просто у тебя было или нет 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 у меня еще есть а ты из этих из колясок или из рыцаря из из рыцарей рыцарей там же вообще не так уж и много да вроде угол бы там с карточкой ну эта часть без карточки опалась потому что надо было то сейчас карточкой уже сушим там кампусы да видишь там шикарные кампусы везде вешка под боком сразу научно на верно где-то еще езды ну поленка тут одна синяя в этой части на так вправо есть еще астокгольм но инновация ин the past 200 years has done more to save no innovation in the past 200 так а в а вот а и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там уже пулеметчики, противотанковые команды... Ну, нефти нет, что еще остается делать? Да понимаю, вот... Понимаю... Блин, ну и почему он вышел? Кто вышел? Я не понимаю, зачем ты пошел в химию и так лидировавшую по науке с этим ученым... Потому что у меня нефти не было... Ну, вертолет и вышел бы... Но я в роту пошел в пулеметную... Потому что у меня были стреляющие юниты, но кавалерии почти не было... Поэтому я пошел в пулеметную роту и в потолу... Просто, по-моему, слишком жадно еще и химию... Австралиец предложение... Не, ну как, я вышел в нефть и видел, что у меня ее нету... И, собственно говоря, пошел, пойдешь не верить... Грек предложение... Слушайте, а что... Тут сейчас так плохо видно предложение, что ли? Что? Предложения, говорю, сейчас так плохо видны... Потому что я постоянно писал предложения, никто их не видит... Как будто проговаривать надо всегда... Ну да, нету оповещений... Хрен его знает... Вообще... Ничего не видно... Сzerщина... Грек... Грек... Грек воевал, поэтому... Сравы... Грек воевал, поэтому... Нет, это, конечно, засада с ресурсами, это вообще жесть. Лошадей нет, железа нет, нефти нет. У меня, кстати, та же фигня. Короче, напоминает мою игру Закира. У меня только уголь и селитра. Как может быть... Почему лошадей вот мне... Ну, блин, это какой-то сбалансированный старт, так называется. Это еще повезло мне, что я далеко от кого-то. Как у вас нет, должны быть. Ну, мне нет ни лошадей, ни железа. Та же фигня. У Конго, по-моему, тоже ни того ни того нет. У меня не было, но тоже. У меня железо не было на старте, у кого не были. Вон, где Реваня есть, в коне. Полемет на роту, конечно. Отстой. Что, Сандра, забираешь ты его? но один город я забрал а дальше я даже не знаю что будет эта территория дурная чуть полинка своими юнитами этими веселыми вышла внешненькими дуболомом спасатели а а и 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 Ну я думаю, ты еще милет возьмешь. Милет хорошо стоит, да, но там сейчас как раз основная война, ну, заруба юнитов. Да я все вижу. Я вижу, что ты полностью его окружил, что там нет юнитов грека вообще. Ну да, он как бы в осаде. Я вижу, что там нет юнитов грека. 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 Почему он вышел? Он же доставал. Димка, у меня там ниже Тулы какой-то варвар плавает на фрегате. Может ты его убьешь? Ну мне сейчас прям вот заняться нечем. Да? Ну у тебя там корабли-то плавают. Я тебе не прямо сейчас вот говорю, а в принципе. Ну когда-нибудь, когда я освобожусь. Димка, я тебе дам совет. Возьми клавишу, назначь на стрельбу дальней. Никто не будет выходить. У меня, например, удобно. Да нет, никто никуда не выходит. Нету проблем. А так вот, ну как бы и будут все выходить, если ты этого не сделаешь. Чисто так. На будущее. Я себе на Т поставил. Да, у меня на Р стоит. На Р логичей, чем на Т. Ну, кому привыкну, кому как привычнее. Я просто говорю, что все равно это через клавишу намного безопасней, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok и не забывайте, что политика, колонизм, империализм и война тоже исчезли в человеческом мозге. Я одного у тебя юнта убил за все время? Пока да. Ну хоть одного. Не, реально хоть зачем можно противопоставить там? Если у тебя нет нефти, то до свидания. Вертолеты. Вертолеты. Ты выходил раньше его в вертолеты. Это легкая кавалерия. Чего он противопоставит? Я воевал вертолетами против танков. Все ездит. У танка 80, у этих 82. Они там наравне и вертолеты даже сильнее. Так как антикавалерийское считается. Вертолет не антикавалерия. Это легкая кавалерия. Антикавалерия это под ПТО. Ну не суть там. 82 говорили силы у них почти столько же. Даже больше чем у танков. И идти туда две техи больше чем в танк. Но я понадеялся на ПТО. И пулеметные роты. А что-то пока не мы их оправдали не выказывают. Так-то ПТ-команда тоже дышать нормально. Америкос на своем континенте ты не забывай. Это я помню, да. А ты без генерала, Сандра, без генерала? Без. Пока не вижу. Ну честно тебе сказается, Андрей, у нас в Америке никто не дефейстся в начале, если идет война. В начале, да? Ну очень тяжело, да. Ну там лучники просто по плюс пять дуболома. Оно всем дает там независимость. Я помню. Обес, по-другому. Я надеюсь, что я борясь к ним. С pikиркой университет. Оно все. Далее. Далее здесь у research у нас. Ок. Так. Чё-то милет не особо быстро падает, Сандра, что там происходит? Что там происходит? Сейчас, тягиваю. Надо было немножко подстроить ещё. Всё. Я, походу, слишком долго расселялся. Медленно расселялся их. Сейчас, будь другом. Напоследок мне война... ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... 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 или я тебе в одной зне она тебе не уменьшится ты же не воюешь ни с кем ну что ты ли ты мне я проезжаю или я тебе и не проезжаю компромисс такой вон туда к олимпе ты кто такой ты хочешь твой выбор я же сказал если ты мне бишь войну то я проеду если нет то если с тобой зачем ты фрегат убил нет не плыви сюда смысле здесь секретная под база подводных водок видишь дом такой дымящийся почему он горелый такой я не знаю про какой-то дом ну под цинцинанте ты тут труба шатал или что нет а ты не твоя лаборатория по производству там не знаю чего каучука нефть производишь как раз ему кстати да 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 бог он 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 стал белым взорвался с этого дома и стреляли то вон чего в части слайд был мук дайвис и дура есть уж он не сдох как так то дуболом от фрегата не умер красавчик и а и и и и а и и и Я пойду на пару минут, перекурю. Я бы сказал, что он 600 пошел бы на в атаку. Да, конечно, против 300 это сильно. Да. Много не надо. Ну да. Миллион я бы забрал. Ну, дальше чашка, а Лен, можно. Электростанцию только достроишь, тогда забрать можно будет уже. Кстати, Сандра. Да. Я бы сказал, что вы посмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте. 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 Играйте.